Наконец-то пришла зима, и пусть пока в нашей республике она только календарная, все же ощущение приближающихся зимних праздников уже чувствуется. О том, куда стоит отправиться в первые зимние выходные, узнаете прямо сейчас. Сегодня хочется начать со сцены театральной. Там 5 декабря в 17.00 пройдет «Вадевиль. Дочь русского актера» в постановке народных артистов Республики Аллы Даряну и Евгения Толстого. Сюжет спектакля заинтригует и в конце, конечно же, хэппи-энд. В воскресенье взрослого зрителя ждет Мольеровский спектакль «Смешные жеманицы» в постановке заслуженного артиста Приднестровской Молдавской Республики и по совместительству главного режиссера театра Дмитрия Ахмадеева. Мольер создал комедию с увлекательным сюжетом и неожиданным финалом. Актеры воплотили ее на сцене. И вновь в нашем театре премьера. В этот раз премьера для нашего маленького зрителя. 6 декабря в 11.00 в Большом зале спектакль «Как Настенька, чуть кимора не стала». И поставила этот замечательный спектакль народная артистка Приднестровской Молдавской Республики Алла Васильевна Даряну Равула. Для самых маленьких зрителей в воскресенье пройдет премьера этого сезона. Кукольный спектакль «Кот в сапогах» в постановке народного артиста Республики Виктора Клименко. Ловкий и умный кот встретит малышей веселыми песнями, розыгрышами и отличной музыкой. Уже по традиции еженедельно кинотеатр радует зрителей премьерами. Так, вчера на экраны вышла приключенческая комедия под названием «Ужастики в 3D». Однако ничего страшного в этом кино нет. Сюжет повествует о писателе Роберте Стайне, книге которого удерживают сказочных монстров за пределами нашего мира. Юноша по имени Заку мудрился выпустить монстров из этих книг. И, конечно же, ему предстоит совершить подвиг и вернуть существ обратно. Вчера прошла и премьера киноленты «В сердце моря». Он также вышел в 3D. В основу фильма легли события, в действительности произошедшие с командой китобойного судна «Эссекс», которая затонула в Тихом океане после нападения Кошалота в 1820 году. Это уже шестой фильм, снятый Роном Ховардом на основе реальных событий. Занятые в съемках актеры даже сидели на диете, употребляя не более 500-600 калорий в день, чтобы похудеть и выглядеть правдоподобнее в сценах, где экипаж судна голодает. Выход фильма на экраны изначально планировался на март 2015 года. Однако премьера была перенесена на декабрь, так как фильм был номинирован на «Оскар». «Что это?» «Держите!» Культурно-досуговый центр «Мир» снова в выходные ждет подростков и малышей. 5 декабря в 18.00 подростков мы ждем на дискотечной программе диско-клуба «Тинейджеры». И 6 декабря в 11.00 приглашаем всех посетить интересный мультфильм. В это воскресенье компания «Рио» предлагает не ездить далеко, а узнать больше о нашей республике. 6 декабря в воскресенье те, кто еще не бывал в Бендерской крепости, могут не только насладиться великолепными пейзажами, открывающимися из крепости, но и узнать, чем она примечательна. Естественно, походить по бастионам, подняться на смотровую площадку, посмотреть бойницы, попасть в башню, где находятся орудия средневековых пыток и услышать о том, как жили на этой территории турки, что они любили, что было построено во времена их пребывания и почему они оказались именно здесь, можно в ходе этой экскурсии. Напоминаю и о том, что 9 декабря вы можете лицезреть и еще одно потрясающее действие – галоконцерт под названием «Авэ Майя», который развернется на сцене Кишиневского театра оперы и балета имени Марии Биешу. 9 декабря приглашаем посетить театр оперы и балета и посмотреть выступления Мариинского театра, которые посвящены Майе Плесецкой. А вот 19 декабря в Кишиневе пройдет концерт Анны Стрезевой, известной органистки. Органный музыкальный бум будет посвящен дню рождения знаменитого композитора Иоганна Баха. Советую всем, потому что будет играть не только Анна Стрезева. Я бы сказала, что это семейный такой дуэт, будет играть очень молодой органист. Это ее сын Александр Стрезев. Сам органный зал очень уютный. Ты когда садишься в эти кресла, ты утопаешь, и звучит эта духовная музыка, и ты забываешь обо всем. Это равносильно, как в пещере. То есть час тебя нет на земле. Хочу напомнить о предстоящей в новом году неделе рождественских каникул. Если вы хотите провести ее не лежа на диване дома, а ярко и незабываемо, тогда стоит отправиться в Карпаты. Мы приглашаем посетить удивительное, уютное место с 4 по 9 января. Это, конечно же, самые молодые горы. Это Карпаты. В этом туре, естественно, те, кто не любит кататься, к примеру, они смогут насладиться свежим воздухом, погулять по заповедному ущелью Женец и посмотреть на самый высокий водопад в Карпатах, который называется ГУК. Естественно, на территории Карпат очень много природных объектов, поэтому кроме ГУКа можно погулять в межгорье хребта Горганы, подняться на следовец, посмотреть водопад Прибой, послушать само название Прибой, послушать шум воды, попить горячий чай на травах. Можно попробовать знаменитую их горилку, потому что горилка и сало, как они подают, это особая тема. Естественно, парные бани, а все парные бани в Карпатах, это, естественно, натуральные дрова. Запах дров прямо разносится по улицам, где проживают люди. Городской дворец культуры приглашает 5 декабря в 17.00 на сольный концерт шоу-балета «Блеск». Молодой коллектив танцует в различных стилях современного танца, поэтому ожидается яркий и красочный концерт, который пропускать не стоит. В воскресенье двери городского дворца культуры также открыты. 6 декабря в 16.00 в камерном зале городского дворца культуры пройдет бенефис солистки Народного камерного оркестра, народной артистки Приднестровской Молдавской Республики Лидии Сизеневой. В программе будут красивые романсы, инструментальная музыка. Я думаю, этот вечер принесет очень много нежных чувств людям, которые придут. Концерт вокальной музыки ожидается и в столичном дворце республики, но уже 10 декабря. Это в следующий четверг в 18.00. В программе вас ждут арии из оперы и романсы Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского и других метров. Солистами этого мероприятия будут солисты Приднестровского государственного хора. Это Андрей Семенков, Ольга Ковченко, Карина Илларионова, Евгений Лысый. Впервые мы представляем эту программу. Она будет очень интересна многим зрителям. Она будет проходить в большом зале. Замечательная акустика в сопровождении рояля, на котором будет исполнять произведение Анна Кушни. На такой музыкальной ноте хочу откланяться. Это все мероприятия, запланированные на ближайшую неделю. О том, что интересного ждет вас позже, расскажу, как обычно, в следующую пятницу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова